Антон Павлович Чехов. Хороший конец. Читает Геннадий Постригайло. У оберкондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная, крупичатая дама лет сорока, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил. Весьма приятно познакомиться. Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то есть такой период времени, в который весьма многие уже имеют взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам между нами, что, кроме жалования, я имею также и деньги в банке, который сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного, своего домашнего очага и подруги жизни. И веду я свою жизнь, как какой-нибудь кочующий венгерец, с места на место, без всякого удовольствия и не с кем мне посоветоваться. А, будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый, всегда имеет больше весу в обществе, чем холостой. Я человек образованного класса, при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бабыль? Все равно, как какой-нибудь ксенц. А потому я весьма желал бы сочетаться узами и гуменея, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой. Хорошее дело, вздохнула сваха. Человек я одинокий и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности. Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить. Это можно. — Кушайте, покорнейше прошу. Привычным жестом сваха поднесла рюмку ко рту, выпила и не поморщилась. — Это можно, — повторила она. — А какую вам, Николай Николаевич, невесту угодно? — Мне-с, какую судьба пошлет. — Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит брюнеток, другой — блондинок. — Видите ли, Любовь Григорьевна, — сказал Стычкин, солидно вздыхая. — Я человек положительный и с характером. Для меня красота и вообще видимость имеет второстепенную роль, потому что, сами знаете, с лица воды не пить, и с красивой женой весьма много хлопот. — Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится внутри, то есть, чтобы у нее была душа и все свойства. — Кушайте, покорнейше прошу. — Оно, конечно, весьма приятно, ежели жена будет из себя полненькая, но для обоюдной фортуны не суть важна, главное — ум. — Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она о себе большое понятие будет иметь и думать разные идеалы. — Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. — Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки на разные голоса там, очень приятно. Но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? — Я образованного класса, с князем Кнетериным могу сказать все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер. Мне нужна девушка попроще. Главнее же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил. — Ну что ж, дело известно. — Ну-с, теперь насчет существительного. Богатую мне не нужно, я не могу позволить себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Я желаю, чтобы не я Женин хлеб ел, а чтоб она мой, чтоб она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно. Человек я хотя и со средствами, и хотя я женюсь не из интереса, а по любви, но нельзя мне взять бедную, потому что, сами знаете, теперь все вздорожало и будут дети. — Можно и с приданным сыскать, — сказала сваха. — Кушайте, покорнейше прошу. Помолчали минут пять. Сваха вздохнула, искоса поглядела на кондуктора и спросила. — Ну, а того, батюшка, по холостой части тебе не требуется. Хороший есть товар. Одна французинка, а другая будет из гречанок. Очень стоящая. Кондуктор подумал и сказал. — Нет, благодарю вас. Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты? — Мне немного надо. Дадите четвертную и материи на платье, как водится, и на том спасибо. А за приданное особо — это уж другой счет. Стычкин скрестил на груди руки и стал молча думать. Потом он вздохнул и сказал. — Это дорого. — И нисколько не дорого, Николай Николаевич. Прежде бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле. А по нынешнему времени какие наши заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь две четвертных, и слава богу. — И то, батюшка, не на свадьбах наживаем. Стычкин с недоумением поглядел на сваху и пожал плечами. — Да разве две четвертных мало? — спросил он. — Стало быть, мало. В прежнее время мы побольше ста добывали, случалось. — О, я никак не ожидал, чтобы этакими делами можно было зарабатывать такую сумму. Пятьдесят рублей. Не всякий мужчина столько получит. Кушайте, покорнейше прошу. Стычкин молча оглядел ее с ног до головы и сказал. — Пятьдесят рублей — это значит шестьсот рублей в год. Кушайте, покорнейше прошу. С этакими, знаете ли, дивидендами вам, Любовь Григорьевна, нетрудно и партию себе составить. — Мне-то, ха-ха-ха-ха, засмеялась сваха, я старая. — Нисколько-с. И комплекция у вас этакая, и лицо полное, белое и все прочее. Сваха сконфузилась. Стычкин тоже сконфузился и сел рядом с ней. — Вы еще весьма можете понравиться, — сказал он. — Ежели муж попадется вам положительный, степенный, бережливый, то при его жаловании да с вашим заработком вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу. — Бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич. — А что ж, я ничего. — Наступило молчание. Стычкин начал громко сморкаться, а сваха раскраснелась и, стыдливо глядя на него, спросила. — А вы сколько получаете, Николай Николаевич? — Яс. Семьдесят пять рублей, помимо наградных. Кроме того, мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев. — Охотой занимаетесь? — Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры. Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате. — Мне, молодой супруге, не надо, — сказал он. — Я человек пожилой, и мне нужна, которая такая, вроде бы как вы, степенная и солидная, и вроде вашей комплекции. — И бог знает, что вы говорите, — захихикала сваха, закрывая платком свое багровое лицо. — Так что ж тут долго думать? Вы мне по сердцу, и для меня вы подходящая во всех качествах. Человек я положительный, трезвый, и ежели вам нравлюсь, то чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение. Сваха прослезилась, засмеялась и в знак своего согласия чокнулась со Стычкиным. — Ну-с, — сказал счастливый оберкондуктор, — теперь позвольте вам объяснить, какого я желаю от вас поведения и образа жизни. Я человек строгий, солидный, положительный, обо всем благородно понимаю и желаю, чтобы моя жена была тоже строгая и понимала, что я для нее благодетель и первый человек. Он сел и, глубоко вздохнув, стал излагать своей невесте взгляд на семейную жизнь и обязанности жены. Рассказ без конца Сценка В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг неожиданно вбежала бледная взволнованная кухарка И объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха. — Просит барин, чтобы вы к ней сходили, — сказала кухарка, тяжело переводя дух. — С ее жильцом нехорошо случилось. Застрелился или завесился? — Так что же я-то могу сделать, — сказал я. — Пусть идет к доктору или в полицию. — Куда ей искать доктора? Она еле дышит и от страха под печку забилась. Сходили бы, барин. Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, тоже не было заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут низги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нащупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец, дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю. Сейчас я пишу несвяточный рассказ и далек от намерения пугать читателя. Но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Пленялые аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залика на двух столах стоял гроб. Восковые свечки горели для того, чтобы освещать маленькое смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисии, а из волн глядели две бледные неподвижные руки с восковым крестиком. Темные мрачные углы залика, образа за гробом, гроб — все, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно мертвенно, как сама могила. — Что за чудеса? — подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб. Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо — хромая вешалка с поношенной шубенкой. — Воды дайте! — услышал я стон. Стон шел слева из-за двери со стеклянным верхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря. — Здесь есть кто-нибудь? — спросил я. И, не дожидаясь ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделая я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно-бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его, в луже крови, валялся револьвер. — Не уходите! — услышал я слабый голос, когда потухла спичка. — Свеча на столе! Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его. — Боль нестерпимая! — прошептал он. — А нет сил выстрелить в себя еще раз! Непонятная нерешимость! Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду. Рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между пятым и шестым ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку и только. Саму пулю нашел я в складках сертучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки полотенца и двух платков, я дал больному напиться и укрыл его, висевшей в передней шубенкой. Во все время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил. — Теперь вы потрудитесь лежать покойно, — сказал я, покончив с повязкой, — а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь. — Не нужно, — пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь. В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел. — Не нужно. Посидите еще минут пять-десять. Если вам не противно, то сядьте. Прошу вас. Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом да прискверная олиография на стене — вот и все, что я увидел. Сыро, мрачно и серо. — Какой ветер! — проговорил больной, не открывая глаз. — Как он ноет! — Да, — сказал я. — Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче. — А что? — спросил он, быстро открыв глаза. По лицу его пробежала тучка. — Точно! Я видел вас там. Вы не Васильев? — А хоть бы и так. Ну так и что же? — От этого не легче, что вы меня знаете. — Не легче. Ну, я спросил вас так, между прочим. Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана. — Не понимаю я этого любопытства, — проворчал он. — Не достает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству? Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом. — Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав. — Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, — невеликодушно и неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах. — Напрасно вы волнуетесь. Я и не думал спрашивать у вас о причинах. — Так спросили бы. Это в привычке людей. — А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите. Я и сам, признаться, не понимаю. Есть протокольно-газетные термины, вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны. Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать из дневника самоубийцы. Один только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь. Люди же не знают. — Все это очень мило, — сказал я, — но вам не следует много говорить. Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора. Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства. Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина окажется не стоящей яйца выеденного. Все зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время. Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страстно желал смерти. Теперь же, когда горит свеча, и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену. Стал ли я богаче? Или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет или присутствие постороннего человека? Свет действительно влияет, пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь. Влияние света на организм? Влияние света. Допустим. Но ведь стреляются и при свечах. И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы. Вся эта галиматья может быть и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего. — Простите, — сказал я, — но, судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы рисуетесь. — Да, — спохватился Васильев. — Очень может быть. Я по природе ужасно суетен и фатоват. Но вот объясните, если вы верите своей физиономике. — Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь. Объясните-ка. Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил суетный и фатоватый человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо. Но каково же было самому Васильеву, у которого хватало сил еще философствовать и, если я не ошибался, рисоваться? — Вы здесь? — спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. — Боже мой! Нужно только прислушаться. Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер. — И по честь снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселье. Читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной скучной ноты. — Не правда ли это весело? — прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. — Боже мой! Чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! Не знающих привел бы он в смятение, как говорил Гамлет, и сторг бы силу из очей и слуха. Как бы я понял тогда эту музыку, как бы прочувствовал... Который час? Без пяти-три. Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива. Идешь за гробом по грязи под дождем. Идешь и не видишь ничего, Кроме облачного неба до дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, Дровяные склады, Брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, Время тянется, как вечность, Народ груб. А на душе камень, камень. Помолчав немного, он вдруг спросил. Давно видали генерала Лухачева? С самого лета не видел. Любит петушиться, но, милый старикашка, А вы все пописываете? Да, немножко. Так, а помните, каким фырсиком, Восторженным теленком прыгал я На этих любительских спектаклях, Когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело, Даже при воспоминании весной пахнет. А теперь какая резкая перемена декораций. Вот вам тема. Только не вздумайте писать Дневника самоубийцы. Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое. Вы опять рисуетесь, сказал я. В вашем положении ничего нет юмористического. Нет ничего смешного. Вы говорите, ничего нет смешного. Васильев приподнялся, И на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды Разлилось по его бледному лицу. Задрожал подбородок. Вы смеетесь над кассирами И неверными женами, Которые надувают, сказал он. Но ведь ни один кассир, Ни одна неверная жена Не надували так, Как надула меня моя судьба. Я так обманут, Как не обманывался еще ни один Банковский вкладчик, Ни один рогатый муж. Прочувствуйте только, В каких смешных дураках я остался. В прошлом году на ваших глазах Я не знал, куда деваться от счастья. А теперь на ваших же глазах... Васильев упал головой на подушку И засмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешнее и глупее такого перехода И выдумать нельзя. Первая глава. Весна, любовь, медовый месяц, Мед одним словом. Вторая глава. Искание должности, Суда денег под залог, Бедность, аптека И завтрашнее шлепанье По грязи на кладбище. Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти. — Послушайте, — сказал я, — Вы лежите, а я схожу в аптеку. Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, Я взглянул на гроб и читавшую милютиху. Как я не напрягал зрение, Но я не сумел в желто-смуглом лице Узнать Зину. Бойкую, хорошенькую инженю Лухачевской труппы. — Сик-транзит, глория, мунди. Так проходит мирская слава, — подумал я. Затем я вышел, Не забыв прихватить с собой револьвер, И отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, А из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство Мне не удавалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал И водил безумными глазами по комнате Все время, пока не наступило утро, И не послышался возглас священника, Начавшего служить панихиду. Когда квартира Васильева наполнилась Старухами и факельщиками, Когда гроб тронули с места И понесли со двора, Я посоветовал Васильеву Оставаться дома. Но он не послушался, Несмотря ни на боль, Ни на серое дождливое утро. До самого кладбища Шел он за гробом, без шапки, молча, Едва волоча ноги И изредка конвульсивно Хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, Когда я каким-то ничтожным вопросом Вывел его из забытья, Он обвел глазами мостовую, Серый забор, И в глазах его на мгновение Сверкнула мрачная злоба. — Колесное заведение! — прочел он вывеску. — Безграмотный, невежий, Черт бы их взял совсем! С кладбища я повез его к себе. Прошел еще только год с той ночи, И Васильев еще не успел Как следует сносить сапогов, В которых шлепал по грязи За гробом жены. Перефразировка слов Гамлета, Ибо шмаков еще не износило, В которых шла в слезах, Как не обея, За бедным прахом моего отца. В настоящее время, Когда я оканчиваю этот рассказ, Он сидит у меня в гостиной И, играя на пианино, Показывает дамам, Как провинциальные барышни Поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, И он сам тоже хохочет, Ему весело. Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, Что я лишил его приятного общества, Он входит ко мне И останавливается передо мной В позе человека, Которому некогда. Я подаю ему этот рассказ И прошу прочесть. Он, Всегда снисходительный К моему авторству, Заглушает свой вздох, Вздох читательской лени, Садится в кресло И принимается за чтение. Черт возьми, Какие ужасы! Бормочет он, улыбаясь. Но чем более он углубляется В чтение, Тем серьезнее становится Его лицо. Наконец, Под напором тяжелых воспоминаний Он страшно бледнеет, Поднимается И продолжает чтение стоя. Окончив, Он начинает шагать Из угла в угол. Чем же его кончить? Спрашиваю я его. Чем кончить? Он накидывает взглядом комнату, Меня, Себя. Он видит свой новый модный костюм, Слышит смех дам, И, упав в кресло, Начинает смеяться, Как смеялся он в ту ночь. Ну, не прав ли я был, Когда говорил тебе, Что все это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах Столько, Сколько слону На спине не выдержать. Выстрадал, Черт знает сколько, Больше уж, кажется, И выстрадать нельзя. А где следы? Удивительное дело! Казалось бы, Вечно, Неизгладима И неприкосновенно Должна быть печать, Налагаемая на человека Его муками. И что же? Эта печать Изнашивается Так же легко, Как и дешевые подметки. Ничего не осталось, Хоть бы тебе что. Словно я тогда Не страдал, А мазурку плясал. Превратно все на свете, И смешна эта превратность, Широкое поле для юмористики. Загни-ка, брат, Юмористический конец. Петр Николаевич, Скоро же вы? Зовут моего героя Нетерпеливые дамы. Сию минутус, Говорит суетный и фатоватый человек, Поправляя галстук. Смешно, брат, И жаль, Жаль и смешно, Но что поделаешь, Я человек, И ничто человеческое Мне не чуждо. А все-таки хвалю Природу-матушку За ее обмен веществ. Если бы у нас Оставалось мучительное Воспоминание о зубной боли, Да о тех страхах, Которые приходится Каждому из нас переживать, Будь все это вечно, Скверно жилось бы тогда на свете, Нашему брату-человеку. Я смотрю на его улыбающееся лицо, И мне припоминается То отчаяние и тот ужас, Которыми полны были его глаза, Когда он год тому назад Глядел на темное окно. Я вижу, как он, Входя в свою обычную роль Ученого-пустослова, Собирается пококетничать Передо мною Своими праздными теориями, Вроде обмена веществ, И в это время Мне припоминается он, Сидящий на полу В луже крови, С больными умоляющими глазами. — Чем же кончить? — спрашиваю я себя. Васильев, посвистывая И поправляя галстук, Уходит в гостиную, А я гляжу ему вслед, И досадно мне. Жаль мне почему-то Его прошлых страданий, Жаль всего того, Что я и сам перечувствовал Ради этого человека В ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то. Субтитры подогнал «Симон»